и зарабатывать вот своим трудом, там, не знаю, своим телом, как бы, да, ситуация не самая подходящая, обниматься, пакет надо. Десять пришло, девять ушло. Понимаете, что, блин, наверное, я жизнь-то прожил, наверное, не так. Мне никто не помог. И снова моя новая студия, и снова уже привычный вам атмосфера. Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Кстати, почему вы до сих пор гости? Взяли и подписались прямо сейчас. Друзья, для тех, кто не знает, кто впервые на нашем канале, я вот этот небритый, нестриженный мужик, руководитель агентства недвижимости в Воронеже, одного из лучших агентств недвижимости в Воронеже, без ложной скромности могу это сказать. Почему так? Ну, потому что на Ютубе мы действительно номер один. На Ютубе Воронежа мы номер один агентства недвижимости. Поэтому я, собственно говоря, так и говорю. Друзья, хочу обсудить с вами одну такую, скажем так, нелегкую, непростую для меня тему. Я уже практически 12 лет в этой сфере деятельности в агентстве недвижимости, риэлтор, практикующий риэлтор. И сегодня я хочу затронуть тему отношения людей к людям определенной профессии, скажем так. Знаете, я нормально отношусь к представительницам древнейшей профессии. Я нормально к этому отношусь, я ими не восхищаюсь, я не прекрасно к ним отношусь, я отношусь к ним нормально, ровно. То есть, по крайней мере, они зарабатывают свои деньги честно. Вот как умеют, так и зарабатывают. Они никого не обманывают, они не занимаются какими-то мошенническими действиями, они честно зарабатывают так, как умеют. Ну, насколько это возможно, честно, может, конечно, постанова, да, но, по крайней мере, они зарабатывают вот так. Ну, умеют они так и зарабатывают вот своим трудом, там, не знаю, своим телом, да, вот они зарабатывают их так, эти деньги. Я прекрасно отношусь к дворникам, почему нет? Вот парень, я каждый день его встречаю, узбек, мы всегда с ним привет-привет, ну, сейчас издалека так привет-привет, как бы, да, ситуация не самая подходящая. Обниматься и руки друг другу сжать. Он всегда интересуется, как деля, его дежурная козырная фраза, причем, мне кажется, он больше этой фразы по-русски, по-русски, как бы, ничего, наверное, и не знает. Это чуть-чуть русский разговаривает. Чуть-чуть разговаривает. Я прекрасно отношусь к этим людям, они работают тем, чем они умеют работать. Он выполняет свою работу и за эту работу получает определенные деньги, причем такие немалые деньги, да, я как-то уже говорил про него, он зарабатывает 30 тысяч рублей, да, дворник у меня в жилом комплексе, да, он пашет с утра до вечера, но он зарабатывает эти деньги. Валентина Сергеевна, моя уборщица, она убирает три офиса, прекрасный, набожный человек, очень прекрасный, дай бог ей здоровья, я очень, прям, вот, я ее люблю, на самом деле, да, как человека, как работника, я ее очень ценю. Всегда стараюсь благодарить, насколько это возможно, да, там, в день рождения какую-то лишнюю копеечку дам, там, с 8 марта поздравлю также, не только словами, но и финансово. То есть я прекрасно отношусь к этим людям. Я вообще, знаете ли, прекрасно отношусь к тем людям, которые на своем месте, вот, которые, не думаю, что они ходят на эту работу с удовольствием, но, по крайней мере, они нашли себя вот в данный момент времени вот в этом, да, то есть они видят себя в этом, они зарабатывают вот так. И, как бы, ну, не мне их судить, да, не мне их осуждать, но нравится им этим заниматься, получается у них это делать, они вот таким образом зарабатывают, да. Я имею в виду любых людей сейчас, да, представителей любых профессий, дальнобойщики, не знаю, продавцы в пятерочке, да все, все кто угодно. То есть человек занимается своим делом, человек занимается тем, что у него на данный момент времени больше всего получается, да. И мне несколько, я никогда этих людей не осуждаю, повторюсь, да, по крайней мере, они не воруют, по крайней мере, они не обманывают, не выполняют каких-то мошеннических действий. Они зарабатывают честно, ну, насколько это возможно. Поэтому, знаете ли, мне несколько неприятно порой слышать, когда не очень лестно озываются о представителях моей профессии, моей сферы деятельности. Мне не то, что не всегда это неприятно, мне всегда это неприятно. Вот так даже скажем, да. Ну, потому что давайте рассмотрим даже мою компанию, да. Вот я бывший военнослужащий, помимо меня еще есть один бывший военнослужащий, женщина. У меня есть работа, бывший сотрудник Сбербанка. Большинство моих сотрудников люди с высшим образованием. То есть мы-то не тоже просто так в эту сферу деятельности пришли, и вот, как бы, и мы ничего не делаем, и получаем какие-то небывалые огромные деньги. Нет, это огромное заблуждение. Я не буду сейчас вдаваться в подробности про то, что нужен риэлтор, не нужен риэлтор. Не буду вас пугать различными страшилками, как на самом деле, ну, как бы, порой небезопасно купить какую-либо квартиру. И купить, и продать. Ну, очень много различных мошеннических схем. Ну, деньги большие, и, понятное дело, что, как бы, очень много желающих поживиться вокруг вот этих всех больших денег. Не буду сейчас никаких страшилок на эту тему рассказывать. Я просто хочу вам сказать, что если человек занимается какой-то определенной деятельностью, и если этот человек на своем месте, если хорошо у него получается то, что он делает, если он профессионал в своем деле, то, по сути, какая разница, чем он занимается. Дороги метет, в пятерочке на кассе сидит с безучастным видом, говоря коронную фразу «пакет надо», или он занимается риэлторством. Вот какая нафиг разница, чем человек занимается. Повторюсь, если он профессионал, если у него хорошо получается то, что он делает, если люди в конечном итоге ему благодарны, то почему порой такое вот неуважение именно к людям нашей профессии. Ну, я как бы попытаюсь сейчас ответить, я, собственно говоря, знаю почему, да? Я попытаюсь сейчас это донести до вас и жду ваши комментарии тоже вот под этим видео на эту тему. Попробую несколько глубже копнуть. Ну, во-первых, очень-очень легкий вход в эту сферу деятельности. Это на самом деле так. Я помню, когда я пришел в недвижимость в 2008 году, как вы помните, это был кризис, это был первый мной пройденный кризис как раз-таки в этой сфере деятельности. Я их прошел, вот сейчас третью уже прохожу, да, по сути. И знаете ли, я на самом деле времена были смутные, как бы что-то напоминало даже вот нынешние времена, по сути. И я пришел, собственно говоря, в недвижимость от безысходности. Повторюсь, я бывший военнослужащий, попал под сокращение. И не то, что я прям вот родился и хотел стать вот именно риэлтором. Нет, нет, конечно. Мы все, кто попадает в эту сферу деятельности, они все, да, кем-то изначально работали, да, жили какой-то изначально другой жизнью. И вот жизнь так сложилась, да, судьба так сложилась, что мы попали в эту сферу деятельности. Так вот, когда я попал в 2008 году в эту сферу деятельности, в недвижимость, я тоже не понимал, да. То есть меня взяли легко, вот честно скажу. То есть очень легкий вход в эту сферу деятельности. Очень легкий. По опыту из практики могу сказать, что я начинал в крупном агентстве недвижимости. У меня сейчас несколько другая схема работы, да, но вот как оно было там, да, из десяти приходящих оставался в конечном итоге, да, кто находил себя вот в этом, оставался один. То есть примерно соотношение, сами понимаете, да, один к десяти. Десять пришло, девять ушло. Там кто-то через неделю, кто-то через день, кто-то через месяц, а кто-то и через пять, просидев пять месяцев без дела. И, наконец, дошло до него, что это не его. Хотя, что он там сидел пять месяцев, непонятно, как он все эти пять месяцев жил. Но, тем не менее, есть и такие люди. То есть в конечном итоге из десяти остается один. У меня несколько другая схема, у меня несколько, скажем так, порог такой входа в мою компанию. Условия намного жестче, то есть я очень-очень сильно фильтрую еще на входе. Всех соискателей я очень-очень тщательно фильтрую, я очень дорожу тем, что у меня есть, то, что нарабатывалось годами. Моей компании семь лет в этом году уже будет, да. И вот за семь лет у меня всего, сколько там, тринадцать сотрудников у меня получается за семь лет. Ну, вы понимаете, да, как нелегко, наверное, попасть в мою компанию. А крупные компании, да, которые имеют в штате там и по двести, и по триста человек, ну, то есть там чекучка очень-очень такая, знаете ли, прям большая. То есть много людей, которые, скажем так, приходят попробоваться, да, получится, не получится. То есть и в конечном итоге, да, из десяти остается один. То есть очень много людей, которые, скажем так, наслышаны про какие-то баснословные заработки риэлторов, причем почему-то люди думают, что риэлторы нифига не делают, вот нифига не делают и много получают. Да, в этой сфере деятельности можно много и хорошо получать, но нужно пахать, нужно пахать. Вот дворник у меня получает 30 тысяч рублей, да, но он ни один участок убирает, и он пашет с утра до вечера. Поэтому и риэлтор, да, есть риэлтор, который получает 30 тысяч рублей в месяц, а есть риэлтор, который может получать и 100, и 150 тысяч рублей в месяц. Я имею в виду сейчас регионы, про Москву вообще говорить даже смысла нет, там вообще совершенно другие деньги. Но опять же, каждому по потребностям, да, по заслугам, скажем так, да, по труду, вот такое даже выражение можно применить. Надо понимать, чего ты хочешь от жизни, надо понимать и твое это или не твое, и чем скорее ты это поймешь, тем, скажем так, тем ты быстрее сформулируешь свою вот дальнейшую жизнь, да, то есть ты... Жизнь каждого человека, она, знаете ли, как пазл складывается, да, из каких-то случайностей, не случайностей, но я считаю, что это не случайности, все ведет к тому, кем мы есть сейчас, да, то есть вот эти различные какие-то, может быть, встречи, собеседования, тут не взяли, а вот тут взяли, и тут у меня получилось, и тут дальше пошло-пошло, то есть все не случайно. Вот на самом деле вся наша жизнь складывается вот из таких вот кубиков, да, из таких вот пазлов, и в конечном итоге мы, собственно говоря, являемся сейчас теми, чем мы, собственно говоря, да, что мы заслуживаем, да, к чему мы шли всю эту жизнь. Я понимаю людей, 18-летних пареньков, девушек, которые стоят перед распутьем, которых по маминой указке поступают на какую-то специальность в институт, и они нифига не знают, будут ли они по этой специальности через 5-6 лет работать, или не будут после окончания института, университета. Вот у нас, собственно говоря, и статистика такая, знаете ли, не очень хорошая, плачевная даже, можно сказать, да, я где-то читал, что по статистике только, по-моему, 40% людей в дальнейшем работают по специальности, то есть они работают в той сфере деятельности, на которой они, собственно говоря, учились, даже не в сфере, а вот именно по той специальности. Собственно говоря, у нас и статистика такая плачевная, да, в 18 лет, ну о чем там человек может, собственно говоря, соображать, да, то есть он слушает в основном, да, папу, маму, папа, мама, сказали ему, что через 5 лет будут востребованы юристы, иди, сынок, на юриста, и он пошел на ее юриста. А через 5 лет он, получилось так, что он без малейшего опыта в этой сфере деятельности, да, он отучился, да, он вроде бы неплохо учился, вроде бы даже вникал, понимал, о чем идет речь, да, и вроде бы неплохо защитился, но в конечном итоге он без опыта, он без опыта, ни одному работодателю не нужен. И вдруг случилось так, что этих юристов через 5 лет стало как собак нерезанных, и в конечном итоге человек находит себя в чем-то ином. Вот так в большинстве своем и происходит. Люди, сидящие в пятерочке на кассе, думаете, они учились в большинстве своем все на продавца, да, они все хотели стать там товароведом, продавцом и еще кем-либо. Нет, так складывается их судьба. Обвинять человека в том, что он там работает, допустим, продавцом, дворником, риэлтором, ну, знаете ли, я горжусь тем, что я риэлтор, я реально горжусь. У меня два канала, они называются, я не скрываюсь, я не называю там себя по имя, отчеству или еще как-либо. У меня один канал называется «Я риэлтор», я с гордостью это говорю, и второй канал у нас называется «Влог риэлтор», вот на котором вы, собственно говоря, смотрите это видео. Поэтому нужно, мне кажется, все-таки уважать человека не за то, кем он работает, в какой сфере деятельности он трудится, а за его, скажем так, наверное, все-таки профессиональные качества, да, насколько он специалист в своей сфере деятельности, насколько он все-таки нужен, востребован. Все мы люди, все мы человеки, давайте все-таки ценить каждого человека, ценить человеческие взаимоотношения и ценить морально-деловые качества каждого человека. Вот когда я сказал, что я очень трепетно отношусь к набору своих сотрудников, что в мою компанию попасть не так-то и легко, я на самом деле, когда я держу в руках вот эти резюме от людей, я вижу, как они старались перечислить все учебные заведения, где им довелось, допустим, учиться, где они получали там свое высшее образование. Но я, честно говоря, даже не смотрю, больше внимания обращаю не столько на то, где человек учился, а на его опыт работы, в первую очередь я обращаю внимание, да, где он работал до меня, до того момента, как он пришел ко мне на собеседование. Но самое-то главное, друзья, я смотрю, что человек сам о себе пишет, чем он живет, какие качества он считает в нем ему присущи, да, то есть вот это для меня наиболее важно. Мне проще человека сразу не взять, чем попрощаться с ним, допустим, там через день, через два, через неделю или через месяц. Ну вот принципы у меня такие, то есть я очень и очень серьезно стараюсь фильтровать, не знаю, стращать, пугать человека, объяснять, что работа у нас не очень-то и легкая на самом деле, да, чтобы не рассчитывали на то, что пришел, начитавшись, да, прочитав где-то в интернете, что риэлторы прям денежки вот так вот лопатами гребут и нихрена не делают. Нет, я стараюсь вот на первом же собеседовании максимально человеку все-таки спустить его с небес на землю и объяснить, что как бы не все так просто, не все так просто, да, зарабатывать можно, можно зарабатывать хорошие, вменяемые деньги, вами будут гордиться, как, надеюсь, гордится мной моя семья, моя жена, мои дети, но для этого нужно пахать, для этого нужно пахать, для этого нужно много работать и тогда у вас действительно все будет, тогда вы не будете думать о том, какая у вас будет пенсия в конце концов, да, после того, как жизнь ваша пройдет и сидите вот такой, смотрите на свою пенсию 15 тысяч рублей и понимаете, что, блин, наверное, я жизнь-то прожил, наверное, не так, наверное, можно было как-то по-другому выстраивать свои взаимоотношения со своим государством, да, вот давайте так говорить, потому что каждый из нас кузнец своего счастья. Я уже давно не рассчитываю на помощь нашего государства, вот даже в свете последних событий, что у нас сейчас в данный момент времени случилось, да, что мне приходится, собственно говоря, вот вещать вам из своей новой студии, мне никто не помог, мне никто ни в чем не помог, я имею виду государство, мне никто не сказал, на тебе денег отнеси твоему арендодателю, отдай ему за аренду, на тебе денег заплати за охрану, то есть у меня есть ежемесячные мои обязательные платежи, порядка там, по-моему, 80 тысяч рублей, это помимо налогов, что я плачу, да, я плачу исправно все налоги, но помимо этого у меня есть ежемесячные платежи порядка 80 тысяч рублей, я их обязан платить, кризис, не кризис, мне никто их не скостил, никто не, скажем так, за меня их не заплатил, даже какого-то процента, я не знаю, 10-20 процентов. Я порядочно все плачу по своим счетам, что называется. Поэтому рассчитывать на помощь нашего государства, да и любого, наверное, государства, это, наверное, касается всех, всех-всех, да, проживающих людей в любой, мне кажется, стране и мира, рассчитывать нужно только на себя. Мы в конечном итоге те, в данный момент времени, да, мы то, чего мы заслуживаем. Вот так я могу сказать. Поэтому, друзья, давайте уважать все-таки людей всех профессий и сословий. Все мы люди разные, но кто-то является специалистом в своем деле, а кто-то пришел, повторюсь, по-быстрому денежек срубить, а по-быстрому не получается. И, слава тебе, Господи, вот сейчас в кризис, вот большинство таких вот неумех, да, непрофессионалов, вот вымаются просто с рынка недвижимости. Вот останутся действительно самые сильнейшие. Я, повторюсь, очень с вами солидарен, согласен, что очень и очень много людей, непорядочных людей в нашей сфере деятельности. Отсюда, собственно говоря, у большинства людей сложилось, а у нас негативное какое-то мнение, да, о нас, я имею в виду, о риэлторах. Давайте, повторюсь, ценить людей за их качество, за их профессиональные качества, за их человеческие взаимоотношения, потому что нормальный риэлтор, он, знаете ли, не просто такой экскурсовод, ходит вам в квартирке, показывает, это и психолог, да, это и юрист, да. То есть вот это такая собирательная профессия, которая собирает в себе несколько различных профессий, всего по чуть-чуть, и в конечном итоге получается вот уже либо профессионал, либо непрофессионал. Все, друзья, всем хорошего дня, хорошего настроения, подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан, ставьте лайки, если видео вам было интересно и полезно. Цените людей за их дела и поступки. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Пока. Если вы являетесь продавцом недвижимости в Воронеже или ближайшем пригороде и хотите, чтобы ваша недвижимость попала на наш канал, звоните в 8-920-22-99-356. Расскажем об условиях сотрудничества.